такой разъеб guys я нашел такой раз вы про бля вы просто вы просто не представляете дорогие друзья я нашел нечто вау погодите вы серьезно это это действительно существует да ну не бля бля пацаны я так рад я так рад что это есть чем покажу да ставьте лайки этому стриму это безумно помогает консульмания пацаны консульмания выпустил новый видосик но это база это базу подвезли предупреждая блять база не грузится анонс и реально не понимаю от чего рвутся как лакмус горящие полыхающие пуканы очень многих суньи бояре и вообще в целом владельцев консолей playstation после того как компания sony опубликовала подборку игр в playstation плюсе 28 декабря состоялся официальный анонс игр на январь 2023 года в котором мы с вами получим метроидванию axiom verge 2 фоллаут 76 ну и звездные войны павший орден слив данной подборки блин круто playstation плюс заехал небольшой филиал xbox геймпасса блять пацаны зацените что у меня есть на сле максим он это шоколадка типа с печенькой так вот самое забавное в этом то что я помню когда playstation плюс только появился и тогда еще вышла ps4 было очень круто потому что в playstation плюсе давали игры на psv2 на ps3 и ps4 одновременно и как бы и типа было заебись то есть у тебя playstation плюс был и ты на ps4 игры пиздатые получал на psv2 получал дохуя все было пиздецки круто да playstation плюс была охуенная тема но сейчас короче блять раздают только на ps4 но при этом он стоит еще дороже какого хуя я не понимаю раньше давали ебать сколько игр сейчас дают всего на одну платформу а не на 2 на 2 ps5 и ps4 но стоит сука дороже блять был еще где-то на прошлой неделе дней пять шесть назад бля евген ты заебал спамить в чате с фейка что выпустится разоблачение я понял что уже там у маразба рекламироваться но чувак мне похуй так называемых на самом деле таковыми не являются и я давно говорил что это сотрудники компании sony и подразделения playstation которые уже просто традиции сделали где-то ты не фейк хорошо за неделю сливать подборку игр которая как правило в 90 детей процентов случаях подтверждается так вот с момента слива и тем более когда подборка официально подтвердилась на просторах интернета за эти дни я начитался довольно таки много негативных отзывов и хейтов в сторону компании sony насчет игр которые она раздаст в январе мнение в основном по типу как классно и круто раздавать игры которые уже есть в подписке playstation плюс или вообще в целом в подписках или я в это уже переиграл общем старьё голубля они реально раздают игру которые уже есть подписки экстра ты дня погодите то есть то есть playstation плюс в этом месяце раздают игры которые уже как бы есть библиотеки блять это ровно лопата интересно а чего вы ждали рагнарёка сука справедливости ради стоит отметить что в этом есть какая-то логика и доля правды до fallout 76 входит в каталог игр расширенных подписок делюкс и экстра а star wars джеди фоллен в подписку и и play у меня на одном из аккаунтов подписка экстра на втором делюкс и и play и собственно я оказываюсь вообще в пролете да и в принципе без подписок все эти игры я думаю многие из нас с вами давно уже прошли я почему-то блять на угрозу и плавлюсь и сразу скажу что считаю данную раздачу на январь 2023 года просто шикарнейшим подгоном всем владельцам подписки playstation плюс стоит отметить что компания sony старается вот угодить абсолютно всем владельцам подписки она подкидывает каждый месяц хорошие игры ладно пускай там часть мусора суть не в этом но есть пара-тройка тайтлов ежемесячно которые добавляются в расширенные версии подписок делюкс и экстра и тем не менее она умудряется еще так сказать угодить владельцам базового essential в ноябре нам дали не у 2 и какую-то там подборку вроде про гарри поттера которую я по ходу пропустил и не успел добавить в библиотеку в декабре mass effect legendary edition био мутант сейчас же fallout 76 звездные войны то есть компания sony держит планку на достаточно высоком уровне как по расширенным версиям подписки deluxe extra так и поддерживает базовый ps plus essential поскольку до этого вообще до старта версии расширенных подписок было мнение о том что ну компания sony просто забьет на раздаче по базовому ps plus essential для того чтобы как можно больше людей вовлечь в расширенные подписки и заработать на этом больше денег да и игр собственно будет мало чтобы подкидывать да по 10 игр каждый месяц под расширенные подписки и что-то более-менее какие-то годные тайтлы раздавать по базовому essential но как мы видим компания sony на протяжении уже долгих месяцев держит планку по раздачам в ps plus essential я всегда стараюсь быть максимально объективным если компания sony косячит я об этом говорю как есть вот она там обосрала реально реально вот консульмания за что и уважают всегда режет правду матку красавчик асям гадилась и вообще в принципе в соплях да я никогда ее не вылизывал и скажем так не выгораживал но сейчас же весь этот хейт и что абсолютно не заслуженный именно по раздачам в playstation плюсе тем более в базовом преимуществом того что игры повторяются является то что в отличие от расширенных версий подписок в которых компания sony ежемесячно выдергивает какую-то одну нормальную игру но и за собой утягивает паровозиком какой-то мусор то в ps plus essential то есть этого не произойдет игра вам дается и она ваша в библиотеке на все время кстати кстати да это база то что это базированная база потому что если у вас playstation плюсе обычном есть игра вы можете взять все навсегда но если у вас подписка действует а из библиотеки playstation экстра могут убрать эту базу действия вашей подписки в отличие как я уже сказал от расширенных версий подписок как это произошло 20 декабря с assassin's creed вальгала да кто-то скажет было много времени эта игра висела со старта на расширенных подписок была куча времени и пройти но вот я ее начал играть в нее прошел до хрена времени потом общем забросил решил вернуться и тут хуяк буряк я похож на белоснежку с бородой дальше через две недели компания sony 20 декабря убирает эту игру из подписки ps plus extra и делукс соответственно сразу все на пол шестого и играть абсолютно в нее не хочется и ты выпадаешь какой-то осадок думаешь блять это два месяца сука в нее задротил играл и тут высокая забираете то есть хочешь продолжать иди покупай блять ps store вот это вот реально неприятно так что плюс таких раздач и повторения игр в подписках это то что игра будет действовать на все время вашей подписки так что хейтить и поносить и кидаться с саными тряпками за то что компания sony повторяется в своих раздачах абсолютно не стоит и я считаю не заслуженно короче как-то так решил заделиться своим мнением по поводу того хейта которого я начитался в сторону компании sony насчет раздачи в playstation plus и блять кстати вы замечали насколько консольмании и у джамба макса похожая манера говорить то есть но я понимаю здесь возможно похоже потому что как джамба иногда защищает защищает каких-то моментах xbox также здесь консольмания защитки это решение сони но блять типа что-то я какое-то сходство есть ведь не болею с новым годом тебе спасибо спасибо большое за январьскую раздачу я вполне поставил бы по 10-бальной шкале компании sony за star wars джеди фоллан fallout 76 и axiom the verge 9 из 10 и для тех кто не знал за весь 2022 год бля надо картинку сделать типа спизди его лук там этот кофта originals там 5000 долларов там кепка playstation exclusive edition там 20000 долларов компания sony нам раздала игр на 500 американских долларов ну и да думаю стоит отметить что в декабре philip spencerich и майки вообще что-то обиделись и наглухо побрили всех владельцев ху ящика если я не ошибаюсь раздачи в геймпассе состоят из двух этапов там первый этап и второй этап так вот одну лопату они раздали а вторую короче зажали одним словом просто вообще не дали реально вот вот у нас ну как бы не пора зато вот геймпасса там хуйня тоже есть никаких владельцев геймпасса получили то есть пол месячного геймпасса я почему-то не вижу разрывающихся пуканов в интернете владельцев xbix она только стоит компании sony повторится какой-то одной игрой своих же подписках то тут сразу же куча ссаных тряпок так блять потому что в отличие от фанатов sony мы фанаты xbox и умеем терпеть вы конечно же пишите ваше мнение в комментариях жмакайте пальцы подписывайтесь всех потому что терпение и труд супер и труд наступающим пока блять его я просто не они супер мега респект что консульбания продолжает делать видосы ваше металл Продолжение следует...